Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчика. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Последние несколько недель в Сарове выдались жаркими. И я сейчас вовсе не о столбиках термометра, на которых 30-ти градусная отметка давно висит в красной зоне. Для этого времени года жара неудивительна. Чего не скажешь о самом настоящем потоке высоких гостей, который не прекращается с начала июля. У нас успели побывать митрополит. Несколько заместителей губернатора, да и сам глава региона Глеб Никитин не смог приехать только, как говорят, по причине плохого самочувствия. Согласитесь, удивительно для летнего затишья, когда во всех городах, за исключением курортных, жизнь как будто замирает. На самом деле ничего удивительного. Лето 2018-го будут помнить долго. Чемпионат мира по футболу. Начало крупнейшей за всю новую историю России социальной реформы. Полное переосмысление того, как должна развиваться Нижегородская область. Было бы странным, если бы на таком фоне к нам не заглянул кто-то из столицы. И он заглянул. В Саров с рабочим визитом приехал депутат Государственной думы Денис Москвин. Начал парламентарий с контрольного обхода территории. Ремонтные работы на Курчатова-22 идут полным ходом. Здесь в рамках программы формирования комфортной городской среды будет отремонтирован дорожный проезд, а также установят лавочки и урны. Благоустройство планируют завершить к 31 августа. Часть работы мы выполняем в рамках проекта «Комфортная городская среда». А часть работы мы выполняем по программе городского хозяйства, как раз за счет депутатов. Здесь площадь ремонта – это 700 квадратных метров, и сумма составляет у нас здесь 871 тысяча рублей в рамках проекта «Комфортная городская среда». Также в рамках программы будут благоустроены дворы на Московской 38, Корпус-2, Курчатова-25, Ленина-25 и 27 и Силкина-46. А в парке Зернова, благодаря средствам областного бюджета, появится новый игровой комплекс. По проекту в нем предусмотрены три зоны – с песочным покрытием и горками для малышей, сеткой и геопластикой для детей среднего возраста и отдельная зона для тех, кто постарше. Ребят, ну что, вот вам к сентябрю такую вот красоту построят. Будете здесь играть? Да. Да? А что вам больше всего хочется, чтобы на такой площадке было? Какие-то там аттракционы, карусели, качели, чего? Или какие-то вещи, где побегать можно? Что больше нравится? Где вещи побегать? Где побегать? Я тоже так считаю. К 10 августа по результатам уже объявленного конкурса определится подрядчик и начнутся работы по строительству детского комплекса. Завершить их планирует не позднее конца сентября. И как прогноз? Успеете? Выборов нет. Выборы как раз есть. Будем стараться, но... Выборы есть, а выборы у нас нет. Но будем стараться. Здесь надо крайне внимательно, аккуратно к этому отнестись. Вы совершенно справедливо сказали, что в марте месяце у вас, по-моему, порядка 15 тысяч, да? Жители Сарова проголосовали за этот объект, и мы их подвести не имеем права. Да, это факт. Да, поэтому вы исходите из того, что кровь из носа, но к концу сентября вот все то, что у вас эскизно здесь нарисовано, должно в реальности находиться здесь в парке. Дату открытия площадки предварительно назначили на 28 сентября, День работников атомной энергетики и промышленности. После прогулки по городу Денис Москвин провел для саровских журналистов пресс-конференцию, на которой рассказал, почему задерживается строительство ФОКа, за кого он болел на чемпионате мира по футболу, и, конечно же, поделился своим взглядом на грядущую пенсионную реформу. На 40% от федеральных нормативов обеспечен Саров объектами физкультуры и спорта. И, по мнению Дениса Москвина, это катастрофически низкий показатель. Чтобы изменить ситуацию, работу необходимо вести сразу в двух направлениях. Во-первых, это строительство пришкольных стадионов. В городском бюджете на эти цели уже заложены средства. Во-вторых, это создание многофункционального ФОКа, который в Сарове ждут уже давно. И здесь есть определенные проблемы. Есть и проект, есть и проектно-сметная документация. ФОК достаточно дорогостоящий в том виде, в котором он существует. Это порядка 800 миллионов рублей, которых в бюджете Нижегородской области в настоящий момент нет. По словам Дениса Москвина, вопрос строительства ФОКа в Сарове на контроле. Его обсуждают и на уровне города, и на уровне региона. Ищутся варианты для появления этого долгожданного объекта. Во-первых, включение его в государственную программу в Нижегородской области. На статусе финансирования 30 на 70 с муниципалитет региона. Первый вариант. Второй вариант – это конституционное соглашение, которое тоже по экономически оправданной формуле могло бы способствовать появлению этого объекта. Поделился Денис Павлович и своим отношением к изменениям пенсионной системы. Он подчеркнул, что основная цель реформы – увеличение размера пенсий в стране. Кроме того, отметил, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Те изменения, которые сейчас Государственная Дума принимает, они необходимы. Вы знаете о том, что сейчас соотношение количества пенсионеров и количества работающих уже близко к критическому. Если ничего не делать, то через пару лет оно будет один к одному. А это будет означать, что у нас средняя пенсия должна составлять 40% от зарплаты. То один работающий человек будет обязан 40% своей зарплаты перечислять одному пенсионеру. Плюс еще имеющиеся налоги, которые никто не отменял. Понятно, что в таком залоге пенсионная система просто не может существовать. В ближайшие два месяца пакет изменений будет обсуждаться. И, возможно, во втором чтении претерпит изменения. Завершая пресс-конференцию, Денис Павлович рассказал, кого поддерживал на прошедшем чемпионате мира по футболу. После того, как российская сборная вышла из борьбы за Кубок, Денис Москвин болел за бельгийскую команду. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. К многочисленным эпитетам, которые описывает наш город, можно смело добавить еще один – таинственный. Мало кто знает, но места, которые все мы считаем своим домом, человек обжил очень давно. По мнению некоторых историков, еще на рубеже первого и второго тысячелетий здесь стояло Саровское городище. По меркам своей эпохи, это был настоящий мегаполис, вобравший в себя политическую, экономическую и военную силу местных племен. История этого городища закончилась в первой половине XIII века, когда горизонт зачернел от монгольских орд, хлынувших на восточноевропейскую равнину из диких степей. Потом было долгое запустение. И лишь спустя несколько веков тишину этих мест нарушили первые монахи, которые воздвигли в диких лесах настоящую жемчужину православия – Саровскую пустынь. Сейчас полным ходом идет восстановление монастырского комплекса. Бок обок со строителями трудятся и археологи, которым выпал уникальный шанс приоткрыть завесу тайны над, в прямом смысле, глубоким прошлым Сарова. Успенский собор называли одним из великолепнейших русских соборов. Он был настоящей жемчужиной Саровской пустыни. Храм в честь Успения Божьей Матери стал первой каменной постройкой обители – главным ее храмом. Сюда стекались паломники со всей России, потому что именно здесь находились мощи преподобного Серафима Саровского. Но в 1951 году храм снесли. И вот спустя почти 70 лет он вновь величественно возвышается над монастырской площадью. Работ по выставлению храма осталось не так много. Купола уже позолочены, кресты на них установлены. Внутри храма завершаются штукатурные и шпатлевочные работы, монтаж полов. Нижегородские иконописцы расписывают в классическом стиле алтарную часть. Работа проходит быстро, потому что сроки очень короткие. Сюжеты стандартные. Успения Пресвятой Богородицы, ведение во храм, знамени, покров Пресвятой Богородицы. Интересные работы проводятся и перед собором. Здесь начались археологические раскопки. Эти работы носят спасательно-охранный характер и станут первым этапом в восстановлении церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Наша задача состоит в том, чтобы точно локализовать это место, расчистить сохранившиеся фундаменты, определить параметры церкви, но и также изучить более древние культурные напластования, связанные с существованием, как я уже говорил, чуть выше, это Сороцкого городища 12-13 веков. Это был самый первый храм, построенный в Саровской обители, который воздвигли в 1706 году. А спустя практически 200 лет, в 1953 он был разрушен. По письменным источникам известно, что в северной части этого храма находились захоронения настоятелей, благотворителей и наиболее выдающихся монахов монастыря. Работы ведутся с особой аккуратностью, но по традиционной схеме. Когда есть мощный балласт 20 века, образовавшийся в результате активной строительной деятельности, он, конечно же, снимается экскаватором или техникой, но обязательно с присутствием археолога при его контроле, чтобы глубже техника не заходила, не потревожила сохранившихся культурных напластований. После того, как техника убрала первый слой, начинается работа вручную. С помощью лопат и кисточек рабочие аккуратно расчищают площадь и находят сохранившиеся остатки фундамента, которые после изучения их специалистами лягут в основу плана восстановления церкви. Экспедиция только приступила к работам, поэтому если вы тоже хотите прикоснуться к истории и поучаствовать в археологических раскопках, у вас есть такая возможность. Более подробная информация по телефону 8 915 086 71 73. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Герой нашего следующего сюжета тоже в буквальном смысле докапывается до истины. Но если археологи восстанавливают факты, то участники поискового отряда Деменск занимаются судьбами. Дважды в год сообщения выходят на вахты памяти. И в течение нескольких недель ищут тех, чем родным пришло извещение с простой и страшной фразой «Пропал без вести». Так выглядит медальон солдата Красной Армии. В нем содержалась записка с фамилией, именем, отчеством, воинским званием и другими данными бойца. Жестяной медальон быстро приходил в негодность. Однако он – важнейший источник информации, по которому можно опознать останки участника Великой Отечественной войны. Есть еще вещи, по которым узнают имя и фамилию. Это личные вещи. Обычно солдаты их подписывали. То есть это кружки, котелки, ложки и всякая другая мелочевка. Если при солдате, как говорится, ничего нет, то он идет как неопознанный. Участники поисковых отрядов находят на бывших полях сражений. В воронках, образовавшихся после падения снарядов, останки солдат – личные вещи, оружие и патроны. Исторические артефакты становятся частью музейных экспозиций. Экспонаты, в особенности оружие, проходят процессы демилитаризации, чтобы они были максимально безопасными. Поисковики стараются не избавляться от ржавчины. Так экспонаты выглядят реалистичнее. Большая часть таких в нашем городе находится в городском музее и военно-историческом музее третьего лицея. Поисковики – это одно из направлений деятельности. То есть они находят погибших бойцов и возвращают их домой. То есть это важная работа, но одной этой работой не надо ограничиваться. Поисковики проживают месяц в полевых условиях и по строгим армейским законам. Демянский отряд обнаружил и захоронил с воинскими почестями более 10 тысяч бойцов Красной Армии. Каждую весну и осень его участники собираются на вахты памяти. Двух- или трехнедельные раскопки в самых разных местах района. При обнаружении большого количества останков, то есть туда уже командир принимает решение, выходит весь отряд для более тщательного и подробного изучения, исследования этой местности и поднятия останков бойцов. Сегодня поисковики всерьез задумались о создании собственной общественной организации. Поездки на места раскопок – дело затратное. Получив официальный статус, будет проще привлекать к хорошему делу и подрастающие поколения. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Сарове продолжается благотворительная акция «Не остуди свое сердце». На протяжении многих лет бессменный организатор и координатор проекта Ольга Флотская делает все возможное, чтобы по помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И несмотря ни на какие кризисы, из года в год соровщение с самым разным достатком приносят волонтерам одежду, игрушки, канцтовары и другие вещи, которых больше всего не хватает в детских домах, интернатах и других социальных учреждениях. Акция «Не остуди свое сердце» призвана помогать тем, в чей дом постучалась беда и кто действительно нуждается в помощи – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. «Сегодня они, как никто, очень нуждаются во многом, особенно в школьных принадлежностях, также средства гигиены, игры, канцелярка, сувенирка, сладости, соки». В прошлом году в Сарове впервые стартовала всероссийская акция «Дети вместо цветов». Её цель – купить от класса один букет учителю, а все остальные деньги, которые родители планировали потратить на цветы, перевести нуждающимся детям. Многие саровчане уже откликнулись на этот призыв. «Я обращаюсь к родителям, родительским комитетам, чтобы участвовали в этой акции «Дети вместо цветов», потому что подарить ребёнку, сироте капельку любви и нашего тепла – это по силам каждому из нас». Также для ребят можно принести вещи и обувь, как новые, так и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Развивающие и настольные игры. Сбор вещей и продуктов проходит по адресу проспект Музрукова, 22, дом книги. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 951 908 1852. А совсем недавно из поездки в Темниковский детский дом вернулись волонтёры группы «Движение навстречу». Они привезли ребятам не только гостинцы и подарки, а нечто более ценное – внимание и заботу. Вместе с воспитанниками детского дома волонтёры занимались аппликацией, играли в шахматы и даже учились кататься на самокате. Волонтёры группы «Движение навстречу» – частые гости в Темниковском детском доме. Каждого воспитанника они знают по имени, знают их привычки и увлечения. Волонтёры стараются привозить детям самые необходимые вещи, игрушки, канцелярские товары. Каждый их приезд – это настоящий праздник для ребят. «Мы уже стали большими друзьями, и наша дружба кричает из года в год. Поэтому я думаю, что нужно не прекращать эту связь и общаться как можно больше, и дарить друг другу добро и делать добрые дела». Если в гостях волонтёры, значит, скучать не придётся. В этот раз добровольцы приготовили для детей интересный мастер-класс. Ребятам предстояло приготовить необычный компот из фруктов. «Мы сначала заливали всё акварелью, банку, а потом раскрашивали фрукты, ягоды и приклеивали их на скучу. Мастер-класс хороший, развивает моторику. Для маленьких детей хорошо». Среди тех, кто в эти выходные приехал в гости к ребятам, оказались не только волонтёры. Александр Отяшкин выпустился из Темниковского детского дома два года назад, но всё равно старается приезжать сюда как можно чаще. Александр признаётся, что скучает по друзьям, и жизнь в Темниковском детском доме оставила у него лишь приятные воспоминания, среди которых и встречи с волонтёрами. «Мне очень нравится с ними проводить время, и проводить время с мастер-классами, и я очень рад, что я их встретил в жизни своей». На сегодняшний день в Темниковском детском доме находятся 27 детей, и все они живут одной большой семьёй. Как признаются воспитатели, общение играет большую роль в жизни каждого ребёнка. «Мы рады всегда гостям. Дети наши очень ждут всех гостей, потому что, ну, что говорить, всё-таки общение с другими людьми – это их очень радует. Новые впечатления какие-то, новые знакомства, новые друзья». Волонтёрская группа «Движение навстречу» посещает ребят из Темниковского детского дома регулярно. Присоединиться к ним может каждый желающий. Более подробная информация по телефону 8920-051-8595. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Жизнь на территории закрытого города накладывает свои правила. А как иначе? Безопасность требует жертв. Для коренных саровчан въезд по пропускам, очередь на КПП и другие нюансы жизни в ЗАТО привычны с детства. Вопросы, как правило, возникают, когда появляется потребность привезти в город родственников или специалистов по работе. Кому разрешен въезд Саров и по какому алгоритму выдается разрешение на пропуск? Об этом и не только узнали мои коллеги. По достижению 14 лет каждый гражданин России получает документ, удостоверяющий личность, паспорт. На территории любого ЗАТО молодые люди и девушки становятся обладателями еще и так называемого зонального пропуска, позволяющего беспрепятственно выезжать и заезжать в город. Его получение максимально упрощено. По достижении 14 лет пропуск выдается. И если ребенок является учащимся средней школы, берется заявочка у секретаря школы. Она подписывается родителями, приносится к нам, мы выписываем заявку. И на основании этой заявки в бюро пропусков он получает зональный пропуск. Все чаще для работы в ЗАТО привлекаются специалисты из других городов. Въезжая в Саров по рабочей визе, они имеют право пригласить сюда и своих родных и близких. Список въездных родственников строго регламентирован. Попасть в гости могут родители, дети, братья и сестры саровчан, а также внуки, бабушки и дедушки. Для оформления всех документов придется идти в администрацию города. В любой рабочий день, желательно во второй половине дня, подходят к нам, заполняют заявление. И мы это заявление направляем на согласование в службу безопасности. После согласования вывешиваем решение у себя вот здесь в коридоре или можно узнать по телефону решение. Если гость въезжает на территорию Сарова впервые, проверка его данных различными службами может занимать до трех месяцев. А далее действовать разрешение будет в течение целого года. И в случае, если при въезде на КПП возникли трудности с данными, пропущена буква в фамилии, не найден временный пропуск и прочее, существует отработанная система. Мы делаем протоколы, где указаны решения по всем заявлениям. Они находятся как в режиме, так и в бюро пропусков. В бюро пропусков сверяют, если разрешение есть в этом протоколе, то пропускается, а потом уже документально это все исправляется. В город также могут попасть и те, кого пригласили сюда для работы. При этом работодатель будет нести ответственность за гостя в период его нахождения на территории Сарова. А также следует помнить, что незаконные пересечения охраняемого периметра или попытка подкупа часовых на КПП повлечет за собой уголовную ответственность со всеми вытекающими. Кирилл Васильев, Артемир Голосков, Александр Мальков, служба новостей Сарова, 24. Занятия по повышению квалификации, инженерные практикумы и олимпиады – все это облачная школа инженерного образования. Новый взгляд на то, как можно учить в 21 веке. Проект существует недавно, но организаторы уже успели проделать огромную работу. А недавно в технопарке Саров прошло главное событие школы – конкурс образовательных продуктов. Что скрывается за этим термином и может ли физика быть по-настоящему занимательной, расскажут мои коллеги. Полсотни школьников со всей области и всего три дня, чтобы узнать то, о чем не расскажет школьная программа и продемонстрировать свои знания и умения. Для того, чтобы показать свою работу компетентному жюри, Дарья Перминова и ее команда приехали в технопарк из Дзержинска. Свой проект ребята назвали «Экспериментариум. Геометрическая оптика». Это набор для школьных лабораторных работ, который поможет не олимпиадникам, а школьникам изучить более подробно школьные законы физики, особенно оптики. В наборе лишь зеркало, карандаши, зажимы и другие бытовые предметы, но при правильном их использовании можно понять законы физики. Всего в конкурсе образовательных продуктов приняли участие 12 команд. Главная цель каждой – собрать свой образовательный комплект, который поможет школьникам изучить ту или иную тему физики, математики и других точных наук. Они эти комплекты разработали, сделали для них методическое сопровождение, собрали в физическом виде, повеществленном, и представили нашему уважаемому жюри. И надо сказать, жюри было впечатлено, потому что очень много решений нетривиальных было детьми найдено или даже придумано. Жюри тоже смогло удивить участников. Василий Александров приехал в качестве эксперта из Москвы. Он работает в нейроцентре. И работы школьников решил оценивать тоже с помощью нейроисследований. Вместо того, чтобы их спрашивать, мы надевали на них нейроинтерфейсы, такие 14-канальные ЭГЭ. И во все время выступлений снимали с них данные ЭГЭ, расшифровывали из них эмоции. И это был один из критерий, по которым жюри в итоге принимало решение о том, какой проект победит. Конкурсная программа длилась два дня. Помимо защиты проектов, ребят ждали инженерный практикум и лекции по использованию виртуальных лабораторий. А в заключительный день для ребят подготовили различные интересные площадки. Вместе со спикерами они обсуждали тему выбора профессии с педагогической, мотивационной и инженерной точек зрения. Также была подготовлена площадка по нейрофизиологии. Каждый желающий мог надеть на себя специальный одноканальный интерфейс и датчик, который считывает активность мозга. И с помощью одной лишь концентрации запустить воздух в квадрокоптер. Мария Руньч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Запрет на сети. Платная основа рыбной ловли для иностранных граждан. Ограничение для подводных охотников. В федеральном законе о любительской рыбалке произошли изменения. Также, согласно поправкам, теперь для рыболов установлена и суточная норма улова. О всех тонкостях изменений и о том, как они отразятся на жизни саровских рыбаков, расскажем в следующем сюжете. На рыбалку, кроме удочки, теперь нужно брать и весы, так как при удачном клеве придется контролировать общий вес пойманной рыбы. Для каждого региона установлена своя квота на улов. Для Нижегородской области и Мордовии, которые входят в состав Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 5 килограммов в день – это верхний порог. Если люди приезжают на неделю, соответственно, у них получается, то есть это все суммируется, и 35 килограммов на человека за неделю, я думаю, что этого вполне достаточно. Но если, например, рыбаку посчастливилось поймать щуку на 8 килограммов, то ее придется либо отпустить и продолжить рыбачить, либо собрать снасти. На этом рыбалка в этот день для него закончилась. Ограничения направлены в первую очередь на восстановление популяции рыбы в водоемах. Когда люди мешками, ведрами, багажниками рыбы вывозят, естественно, мы уничтожаем базу. Чтобы не превратиться в одночасье из рыболова-любителей в браконьера, прежде чем отправиться на промысел, специалисты советуют внимательно изучить новые правила. Квота – это, по большому счету, как инструмент регулирования браконьерства в водоемах. То есть, если человек по-честному ловит на разрешенные снасти, к нему никто никаких претензий иметь не будет, даже если он наловил больше. Так что, собираясь посидеть с удочкой на берегу, нужно будет учесть множество факторов. Новые правила коснулись и ограничений на места ловли, снасти и запреты на вылов конкретных видов рыб. В Нижегородской области введен запрет на 9 пород рыб. Среди них форель, миноги, хариус, осетровые. Работы человека, о котором мы расскажем прямо сейчас, можно было встретить в Государственном Нижегородском выставочном центре, Госдуме и даже в Кремле. Теперь возможность приобщиться к высокому появилась и у саровчан. В Доме ученых открылась фотовыставка Олега Кривошева под названием «От штиле к шторму». Всматриваясь в его картины, хочется прикоснуться к камням, почувствовать их тепло от закатных солнечных лучей, окунуть руку в прохладную морскую воду и ощутить на коже свежесть морских брызг. Или провести рукой по шершалму стволу дерева. Олег Кривошев считает, что красота окружает нас повсюду. И надо лишь научиться ее замечать и внимательно наблюдать за природой. А вообще, конечно, главное – это некий креатив. То есть просто нужно, что называется, отпустить свое мышление и сознание, снять стандартные рамки, как мы это привыкли видеть, как мы это привыкли воспринимать. Фотографию Олег увлекся.